В эти дни, когда у множеств учеников, произошел у эллинистов сропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо, нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Диахийца, обращенного из язычников. И их поставили перед апостолом, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие подарились вере. А Стефан, исполненный верой и силой, и совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемых синагогий либертинцев, и киренийцев, и лександритцев, и некоторые из Кибликии, и Асии, вступили в спор со Стефаном. Но не могли противостоять мудрости и духу, о котором он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшины, и книжников, и напав, схватили его, и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. И мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Глава седьмая Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из рода твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда, ко смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на семь месте. И дал ему завет обрезания. По семь родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. И избавил его от всех скорби его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли, во второй раз Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараон урод Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И переселены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них, обижаемого, ступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились у него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, удивился виденью, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть и сказал ему Господь, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». «Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». «Сего Моисея, которого не отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в тени тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков «Дом Израилев». «Приносили ли вы мне за колени жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилонах». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. «Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих». «Какой дом созиждите мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, а не убили предвосвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, слушаясь ее, они рвались сердцами своими и скрижетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не вменим греха сего!» И сказал сие «Кочел». Спасибо. Спасибо.